Эй, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем распаковывать с вами два бьюти-бокса. Бьюти-бокс от Ipsy, это Glambeck Plus, это стоит 25 долларов в месяц, и также бьюти-бокс от Boxy Charm. Мне кажется, Boxy Charm это один из самых моих любимых бьюти-боксов. Boxy Charm также стоит 25 долларов в месяц. И для Boxy Charm мы можем выбрать только один товар на наш выбор, чего не скажешь о Ipsy. Бьюти-бокс от Ipsy, который я чуть-чуть апгрейдила, то есть я плачу за него также 25 долларов, но это уже не базовый бокс, это уже Glambeck Plus. То есть я имею право выбрать три товара, которые пойдут в бьюти-бокс, этот бьюти-бокс, бьюти-бокс, и, в общем, таким образом кастомизировать свой бокс настолько хорошо, насколько я этого хочу. Мне это очень нравится. Да, мне кажется, у нас сегодня будет битва бьюти-боксов. Кстати, я еще подписана на бьюти-бокс от Allure. Она в пути на доставке, я все-таки решила не ждать, пока она придет, а записать видео с Ipsy и Box Charm, потому что мне кажется, что все-таки это именно те бьюти-боксы, которые более-менее привлекают внимание. Однако, я слышала, что многие мои подписчики говорят, что вот куда тебе столько косметики с этих бьюти-боксов, это все, наверное, идет на мусорку. Нет. А на самом деле, вообще, в чем смысл бьюти-боксов? Смысл бьюти-боксов в том, чтобы попробовать новые бренды косметики или ухода, которые вы раньше не пробовали или которые вы, допустим, хотели попробовать, но это, например, дорого. И поэтому бьюти-бокс это как раз-таки тот вариант, который подходит, ну, наверное, больше тем, кто пока только изучает косметику, ну, или для тех, кто пытается построить свою коллекцию косметики или ухода. И то, что мне нравится, я всегда оставляю это, естественно, и пользуюсь до конца. То, что мне не нравится или не подходит по моему, например, оттенку кожи или, например, типу кожи, я, естественно, передариваю своим родственникам. И вот скоро уже на днях, я думаю, в конце марта я буду собирать посылку, и в ней я уже пришлю своим родственникам, маме, папе, бабушке, дедушке, в общем, то, что мне не подошло. И это все идет на благие нужды, все то, что мне нравится, я, как правило, передариваю. Поэтому не беспокойтесь, если вы думаете, что я все это собираю и как плюшкин храню это или выбрасываю. Нет, когда дело касается косметики или ухода, я всегда считаю, что вещи можно дать вторую жизнь, и я стараюсь отдать как можно больше, потому что я считаю, что это здорово сделать кого-то счастливым, просто отдав им то, например, чего у них не было. Поэтому все то, что я получаю, это всегда идет только на благое дело. Ну что, ребят, давайте перестанем болтать и приступим к нашей распаковке. Кстати, ребят, не забываем подписываться, ставить лайки, мне будет очень приятно ваша активность, я забыла сказать это. Первый наш бьюти бокс от Ипси, 25 долларов, 5 полуразмерных продуктов. Вообще бьюти боксы от Ипси редко приходят в таких картонных упаковках, это редкость, и я так понимаю, это потому что я добавила add-on. Add-on это что-то вроде добавления к твоему существующему уже заказу бьюти бокса, и поэтому они упаковали и так. Интересно, да? Уу, мне очень нравится, что я вижу, посмотрите. Ммм, итак, первое, что я вижу, первое, что я вижу, это у нас кисть. Кисти, как мне кажется, много не бывает, и это у нас кисть от It Cosmetics, называется она Heavenly Skin, и это вообще кисть не только, я так понимаю, для того, чтобы наносить тональную основу, но еще и для, допустим, того, чтобы наносить маску на лицо. Очень интересная форма у этой кисти, мне нравится дизайн, определенно, у меня есть пара кистей от It Cosmetics, и мне нравится на самом деле их качество, очень хорошо растушевываются тени. Она очень мягкая, ребят, прям по первому же прикосновению я чувствую, она мягкая, как лапка кота. Вау, я только что прочитала, оказывается, в волосках этой кисти, если можно так выразиться, в ней имеются экстракты антибактериальные, и, в общем, что-то, что позволяет вам не стареть так быстро, антиэйджинговые какие-то моменты. Здорово! Кисть никогда не бывает лишней. Дальше, что я вижу, это у нас, по-моему, это умывалка у нас от бренда Coalife, и об этом бренде никогда не слышала до этого, и это у нас Vitamin C Brightening Cleansing, то есть, я так понимаю, очищающее средство с витамином С. Да, ууу, когда я смотрю на эту упаковку, мне хочется использовать это средство, и еще, кстати, очень классно, что я могу видеть, например, сколько средств у меня осталось еще в банке, много или нет. И эта умывалка способна у нас уменьшать гиперпигментацию, увлажняет, уменьшает признаки старения, окей, может быть, попробовать ее посмотреть. Она в пене, вау! Ну, аромат у нее очень приятный, как у обычной мывалки, но как будто бы я чувствую аромат китамина С, это очень странно, да? Здорово! Мне уже нравится, что я вижу, это факт. Дальше я вижу, ууу, это то, что я, кстати, взяла в качестве добавления к своему заказу, и это у нас масляный тинт для лица от Cosas в оттенке 03. Мне нравится упаковка, очень здорово и минималистично смотрится, мне нравится, как это ощущается в моих руках, оу! В общем, да, я думаю, на днях мы с вами попробуем сделать макияж, использовать, возможно, даже это средство, потому что, если покупать его на Sephora, оно будет стоить вам, по-моему, 40 долларов, 45 долларов на Ipsi, и вам нужно было приобрести за, по-моему, 15 долларов, то есть ощутимая разница, как мне кажется, не так ли? Так, дальше, касаемо самого бьюти-бокса, мы получили, а, это то, что как раз выбирала я, это у нас помадка от Anastasia Beverly Hills, я извиняюсь, это не помадка, это у нас гель для бровей, и он у меня в оттенке taupe, таповый оттенок, по-моему, когда он у меня был, я не очень была рада тому, как он наносился на мои брови, потому что он достаточно такой, я бы сказала, плотный по своей текстуре, и это очень легко нанести, слишком много средств, и тогда брови будут выглядеть, ну, прям, не очень естественно, и, кстати говоря, на Ipsi, в их в инстаграме, Anastasia Beverly Hills, она давала свой туториал, как правильно использовать этот гель для бровей, и, в принципе, мне кажется, что я поняла, что я делала неправильно, очень маленькая изящная кисточка, позволяющая вам каждый волосок бровей взять под контроль, дальше мы видим, оу, это консилер у нас от Dose of Colors, я, по-моему, сама выбрала этот продукт, я никогда не использовала в жизни ничего от Dose of Colors, и это консилер, который просто супер классный по описанию, он обещает столько много хороших вещей, называется он Meet Your Hue Full Coverage Concealer, консилер обещает нам полное плотное покрытие, что мне показалось интересным, потому что иногда здорово иметь парочку консилеров с плотным покрытием, пахнет, кстати, очень даже вкусно, надо сказать, мне кажется, я угадала с цветом, он действительно чувствуется плотным, видите, ребят, как он хорошо растушевался, его почти даже не видно, настолько он имеет натуральный финиш в себе, что очень здорово, и последнее, что мы нашли в Ipsy Glam Bag Plus, это крем для тела от бренда Sella, об этом бренде я слышала, он продается в Alty, это что-то вроде аналога LDBT, к сведению, и этот крем у нас с ароматом апельсина и также гриппфрутового масла, и это все, давайте понюхаем его, так он выглядит, достаточно плотный, по первому взгляду, но надеюсь, что это не будет проблемой, я бы сказала, у него такой едва-едва уловимый аромат, то есть нет такого, что бум, апельсин и гриппфрут, нет, очень такой приятный аромат, и в этом креме один из главных ингредиентов, это у нас кокосовое масло, что всегда здорово, мне кажется, кокосовое масло никогда не может быть плохим в составе чего-либо, и это у нас была сумочка за этот месяц, и в этом месяце темой этого бьюти-бокса от Ipsy был день женщин, международный женский день, и вот поэтому можно было видеть вот такой дизайн на сумочке, и знаете, что мне очень нравится, что они написали про разные цвета, красный, оранжевый, розовый, как носить их, и что они означают, это очень интересно, ну что, давайте, ребят, посчитаем теперь, окупился ли этот бьюти-бокс нам, или нет, и после честного подсчета оказалось, что бьюти-бокс от Ipsy у нас был на целых 152 доллара, очень здорово, не так ли, заплатив за него 25 долларов, я получила товар, да, на 152 доллара, это очень круто, вопрос в том, насколько нужны мне эти товары, насколько я буду часто ими пользоваться, поэтому в конце я обязательно сравню два бьюти-бокса, и скажу вам вообще, стоил ли хотя бы один из бьюти-боксов своих денег, или нет, и следующий бьюти-бокс у нас от Boxy Charm, кто не любит Boxy Charm, мне кажется, сейчас, когда Ipsy купили Boxy Charm, многие говорят, что испортились эти бьюти-боксы, но тем не менее, как правило, Boxy Charm всегда гораздо более выглядит круче в сравнении с Ipsy, поэтому мне интересно, что же там внутри у нас, это все выглядит очень многообещающе, итак, давайте начнем с какого-нибудь первого варианта, первое, что я вижу, это масло для губ, Lip Oil от бренда Car, ни разу не слышала об этом бренде, ууу, какой красивый цвет, мне кажется, это что-то, что я буду использовать каждый день, потому что масло для губ, которые, знаете, еще и не чувствуются на губах, это вообще то, что доктор прописал, давайте понюхаем его, очень вкусный аромат, знаете, пахнет, я дотроглась до волос своих этим блеском, пахнет, как кокос, кокосовое масло, чувствуется очень легким на губах, как будто бы я даже не чувствую, что у меня есть на губах что-либо, а именно масло, я не чувствую, что есть какие-то посторонние ароматы или какие-то посторонние вкусы в этом масле для губ, мне нравится, что я чувствую на губах, определенно, мне кажется, мы начали очень даже хорошо, губки прям хорошо так увлажненно смотрятся, давайте начнем смотреть, что же нас ждет дальше, дальше мы видим маску для лица от бренда The Beauty Crop, и да, эта маска с авокадо, она должна увлажнять, питать кожу, здесь мы можем найти целых три масочки в этой упаковке, так, где мои ножницы, ребят, я извиняюсь, я тут и сейчас поняла, что оказывается, это патчик под глаза с авокадо, просто я мастер переводить английские слова, английский язык, мне кажется, я уже что-то использовала от бренда The Beauty Crop, что-то я получала в одном из Beauty Box, либо это был Ipsy, либо это был Box HR, здорово, патчи для глазник, они бывают лишними, мы видим здесь брошюру, и в этой брошюре мы видим San Patrick's Day тема, тема этой коробки, и San Patrick's Day, или День Святого Патрика, он у нас будет через день, это тот день, когда реки в Америке, они красятся в зеленый свет на один день, это очень красивое зрелище, я очень хочу пойти в Даунтаун через пару дней, чтобы посмотреть, как это все будет смотреться, в общем, да, сколько у нас стоят эти патчи? Эти патчи у нас стоят 18 долларов, блеск, который мы только что пробовали с вами, он стоит у нас 20 долларов, и нам пишут, что это патчи с питательным авокадо и также зеленым чаем, способны напитать и увлажнить, и сделать так, что ваши глаза не будут выглядеть уставшими, все в этом роде, в общем, скажите пока стрессу, и всему тому, что обычно бывает в этой зоне, расслабьте вашу зону под глазами, вы этого заслужили, очень мило и здорово, и про блеск нам написали, что в вашем губам это понравится, потому что это не липкая формула, и этот блеск у нас в шести других оттенках, дальше, то мне кажется, что и сделала этот бьюти бокс, это крем от Glow Recipe, я обожаю Glow Recipe, большой фанат, у меня есть две сыворотки, у меня есть тонер, ну а этот крем дополнит мою коллекцию бренда Glow Recipe, и это у нас крем увлажняющий с бананом, называется он Banana Souffle, смотрите, ребят, как мило смотрится упаковка этого крема, мне всегда импонировал дизайн бренда Glow Recipe, давайте понюхаем и посмотрим, пахнет ли этот крем бананом или нет, я не чувствую банан, но я чувствую аромат дыни, текстура крема, она очень интересная и странная, то есть это как реально желе, хоть это и пишется, а, все, это суфле, все, теперь мне понятно, все это реально чувствуется как суфле, так, потрясающий аромат, он имеет, я бы сказала, идеальную консистенцию, не слишком он жирный, не слишком плотный, прямо-таки, наверное, даже идеально на летнее время, этот крем, если не ошибаюсь, может стоить около, по-моему, 40 долларов, что-то вроде того, у Glow Recipe достаточно высокие цены на их уход за кожей, и крем этот стоит у нас 39 долларов, ну, в принципе, я оказалась права, и, скорее всего, можно так прикинуть, что этот крем сделал нам этот бьюти бокс, я буду пользоваться этим кремом как можно чаще, потому что это Glow Recipe, дальше мы видим, ууу, мы видим, это палетка от Lime Cry, знаете, у меня смешанные чувства, потому что я точно помню, многие американские блогеры ходят по, там, TJ Maxx, Marshalls, это стоковые магазины в Америке, и они находили уже эту палетку в стоковых магазинах за, там, не знаю, 15 долларов, что-то вроде того, то есть, хоть нам и пишут, что эта палетка стоит 38 долларов, что, в принципе, правда, да, я уверена, что я могу купить ее на официальном сайте или в Алте за такие деньги, но, когда ты знаешь, что что-то есть в стоковых магазинах, для тебя определенный товар, косметика, она уже не имеет в себе такой ценности, понимаете, давайте откроем и посмотрим, вау, красиво смотрится, это цветовая гамма, которую, как мне кажется, я бы носила, когда я смотрю на нее, я вижу, наверное, себя, использующие вот эту часть палетки и вот эту, и вот эту, кроме, наверное, этого яркого оттенка, круто, мне кажется, что если вы любите Lime Crime, то вам определенно понравится эта палетка, но я слышала, очень многие блогеры говорят, что у них сейчас качество палетки их, палеток их, оно скачет, то есть, есть у них хорошо сделанные, потрясающие палетки, в которых цвета буквально сами растушевываются, а есть палетки, которые, ну, окей, которые, как бы, хороши, нормальные, нормальные, и мне кажется, я попробую эту палетку, потому что мне интересно, насколько хорошее или плохое качество у этого бренда в данный момент, и последнее, что мы здесь нашли, это спрей от бренда, я говорю, спрей, как на английский манер, я извиняюсь, спрей от бренда Mavin, это именно тот случай, когда очень здорово быть подписанной на бьюти-боксы, потому что у вас есть возможность попробовать какие-либо новые бренды, и это у нас спрей для закрепления макияжа с розовой водой, очень здорово, и стоимость его составляет у нас 22 доллара, и Боксичерма очень интересно, как мне показалось, описывает этот спрей, они пишут, что закрепи свои намерения и свой макияж, используя этот спрей, в котором большое количество антиоксидантов, и также он имеет свойство подтягивать кожу, попробуем же этот спрей, очень приятный аромат, немножко такой, ух, знаете, в нос пьет, вы знаете, мне очень нравится аромат этого спрея, я очень рада, что здесь нет такого прям сильного аромата розы, потому что тогда бы я не смогла им пользоваться, наверное, в общем, да, это больше аромат, как знаете, каких-то фруктов, в составе здесь имеется алкоголь, поэтому я так понимаю, что это будет не супер классное средство, допустим, на каждый день, потому что, ну, это может в перспективе, допустим, высушить вашу кожу, поэтому я не думаю, что это на каждый день, но на дни, когда я хочу прям 100%, чтобы мой макияж держался на моем лице, это тогда будет идеальным вариантом. О, он сделан, кстати, в США, что очень здорово, это круто, мне кажется, когда ты получаешь в боксе, в чаром или в гипсе, что-то, что сделано либо в США, либо, ну, там, не знаю, в Италии, это редко, но это, знаете, заставляет твое сердечко биться чуть чаще, ты знаешь, что таким образом, ну, продукты, скорее всего, они гораздо более качественные, это здорово. Итак, это все то, что мы сегодня получили в нашем боксе чар. Давайте посчитаем же и посмотрим, на какую сумму мы получили сегодня товар. Вау, очень даже неплохо, 137 долларов, заплатив за этот бьюти-бокс всего лишь 25 долларов, мне кажется, это очень хорошее, знаете, вложение, так сказать, 25 долларов платите, получаете гораздо больше товаров. Другой вопрос, в скольки мы с этим я буду пользоваться, остается открытым. Сейчас, если я сравню два бьюти-бокса от Ипси и от Бокси Чаром, я скажу со 100% уверенностью, что сегодня, в этом месяце, я имею в виду, мне, наверное, больше понравился бьюти-бокс от Бокси Чаром. Я нашла бренд, который мне нравится, крем от Глова Ресипи, я очень рада, что они положили его в этот бьюти-бокс, и также палетка от Lime Crime, кто-нибудь будет рад палетке от Lime Crime, это всем известный бренд, не так ли? Дальше, спрей, тоже очень классная вещь, что-то новенькое, всегда здорово попробовать новый бренд, и лип-ойл или масло для губ тоже никогда не бывает лишним, поэтому, ну и патчи тоже, это, знаете, как бонус. Да, я думаю, что Бокси Чаром это мой фаворит, как он был, так он остается фаворитом моим. Многие говорят, что вот именно Бокси Чаром это то, от чего они не хотят отписываться, потому что вот именно качественные товары и разнообразие брендов, не только новых, но и брендов, которые вы знаете, это все перевешивает их не отписку от Бокси Чаром. Тогда как с Ипси, это всегда немножко как русская рулетка, потому что ты не знаешь, насколько хорошее будет разнообразие товаров, которые ты получишь. Насчет Ипси, наверное, из того, что я получила, меня очень заинтересовала, конечно же, умывалка, потому что это бренд, о котором я не слышала, и мне интересно посмотреть, как он будет в действии, тем более умывалки, они никогда не бывают лишними. Крем, ну да, это неплохой такой, знаете, бонус. Кисть, это неплохо. Это, да, кисти всегда тоже, как мне кажется, нужны, но не могу сказать, что я прям такая вау. Знаете, просто супер лучший бьюти бокс. Консилер от Dose of Color, я его сама выбрала, поэтому, ну, я счастлива, да, это что-то хорошее, хотя я могу, в принципе, его и сама купить, если я захочу. И гель для бровей от Анастасии Барберли Хиллс. Неплохо. Единственное, что мне вот прям понравилось из Ипси, это то, что я сама выбрала, я заплатила за это сама. Это тинт от Kosos. Подведя итог, я хочу сказать, конечно же, что в этом месяце бьюти бокс от Boxee Charm выигрывает вам по многим показателям. Это тот бьюти бокс, который вызывает у тебя восхищение, когда ты открываешь его и смотришь на продукты, которые там находятся, чего не могу сказать об Ипси, поэтому я давно уже подумывала, на самом деле, чтобы отписаться от, например, Ипси. Бокс и Charm как-то всегда выигрывает. В общем, да, ребят, надеюсь, это было интересное видео для вас посмотреть сегодня. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете вообще о бьюти боксах. И, кстати, мне интересно ваше мнение. Интересно ли вам смотреть мои распаковки бьюти боксов или, ну, для вас это больше как неинтересный контент? Дайте мне знать обязательно. Это было бы супер классно узнать, что вам нравится, что мне нравится, чтобы в будущем я могла планировать свои видео и понимать, что это могло. Моим зрителям не нравятся распаковки, и тогда я этого не буду делать. Поверьте мне, ваше мнение многое решает. Последнее, что мне хочется узнать сегодня, а вы, ребят, подписаны на какой-нибудь из американских бьюти боксов или нет? Если да, какой, будет интересно узнать это. На этом я буду с вами прощаться, ребят. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, мне прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok